ребята добрый день сегодня у нас лекция номер 13 математический анализ вторая часть мы продолжим сейчас изучать некоторые факты связанные с понятием непрерывности функций нескольких переменных локальные затем глобальные вот на прошлой лекции была рассмотрена небольшая такая лемма о равенстве повторных пределов клемма еще пусть функция f от x y определена в некотором прямоугольнике таком проколотом центром в точке м нулевое который представляет собой множество таких точек из rn что значит точки м с координатами x и y точка м нулевое с координатами x 0 y 0 что модуль x минус x 0 меньше d1 а модуль ну и больше нуля а модуль y минус y 0 меньше d2 некоторые положительные числа значит вот у нас такой имеется прямоугольник в центре его находится точка м нулевое ну вот здесь расстояние d1 здесь расстояние d2 вот такой значит и пусть существует пусть существует предел при x стремящим при x стремящимся к x нулевому f от x и y равный фи от y для любого и грек фиксированного для любого фиксированного фиксированного y из вот этого промежутка и наоборот аналогично вернее пусть существует также предел нашей функции при y стремящимся к y нулевому который мы обозначим psi от x для всех x фиксированных мы фиксируем любой x который находится вот в таком неравенстве значит пусть существует вот эти два промежуточных как мы называем их предела и также существует предел нашей функции при одновременном стремлении ну я напишу так при m стремящимся к м нулевому при m стремящимся к м нулевому то есть можно в скобках пояснить x стремится к x нулевому а y к y нулевому одновременно и пусть этот предел равен а а вот если все это дано вот если все это дано даны два промежуточных предела и вот этот предел тогда утверждает лемма существуют повторные пределы предел при x стремящимся к x нулевому при x стремящимся к x нулевому и равен а и существует предел другой повторный при y стремящимся к y нулевому от предела x к x нулевому f от x y и тоже равен а ну то есть формулировка такая что если существуют вот такие промежуточные пределы и общий предел нашей функции в точке м нулевое то тогда существуют повторные пределы и они равны вот этому общему пределу доказательство совсем простое на самом деле я все-таки его повторю для большей аккуратности и так по определению предела по определению предела для любого эпсилон больше нуля по каши мы будем рассматривать определение предела по каши для любого эпсилон больше нуля существует такое положительное число дельта больше нуля что как только расстояние между точкой м и м нулевое что для любой точки м с координатами x и y такой что модуль разности между норма разности простите между м и м нулевое меньше дельта ну а норма разности мы знаем как определяется то отсюда следует что модуль вот здесь уже модуль разности между этими числами меньше эпсилон ну вот что означает что вот эта норма меньше дельта значит отсюда следует я вот так проведу что корень квадратный из x минус x нулевое в квадрате плюс y минус y нулевое в квадрате меньше дельта ну и здесь в данном случае еще больше нуля то есть точка м не совпадает с точкой м нулевое отсюда конечно следует что и x минус x нулевое по модулю меньше дельта одновременно и y минус y нулевое по модулю меньше дельта ну иначе говоря мы можем нарисовать вот я здесь немножко обозначение перенесу мы можем нарисовать вот такой вот шарик радиуса дельта и в этом проколотом шарике у нас выполняется такое условие что модуль f от xy минуса меньше эпсилон если мы возьмем точку в этом шарике вот с координатами x и y точку м ну вернее я напишу лучше ее координаты x и y и будем устремлять ну например вот здесь у нас оси координат x это x это y вот здесь у нас x нулевое здесь y нулевое и если мы будем устремлять скажем x к x нулевому значит точку будем двигать в эту сторону то так как существует предел вот этот зависящий от y значит так как а при этом модуль вот этой разности у нас меньше эпсила то отсюда следует что если мы зафиксируем y вот в этом шарике в этом шарике и будем двигать x x нулевому то у нас эта функция будет стремиться к своему пределу к пределу который равен fi от y значит здесь будет fi от y но как мы знаем при переходе к пределу неравенство вообще говоря сохраняется ну возможно оно станет нестрогим но мы могли с самого начала здесь например поставить эпсилон деленное на 2 и тогда здесь снова будет у нас меньше эпсилон ну а если так то это означает что вот этот он вот этот предел который здесь написан мало отличается от а отсюда следует что как раз что мы получаем что для любого эпсилон найдется такое дельта что если мы находимся вот в этом шарике ну а значит во всяком случае у нас y минус игривое y нулевое меньше дельта то отсюда следует что вот это расстояние меньше эпсилон отсюда вытекает сразу что существует предел при y стремящемся к y нулевому вот этого fi от y и он равен а то есть а это что за предел а это как раз будет повторный предел вот который здесь написан а это и будет как раз повторный предел при x стремящемся к x нулевому f от x y вот он равен а вот и совершенно аналогично мы можем так сказать рассмотреть переходить к пределу не при x стремящемся к x нулевому а при y стремящемся к y нулевому и аналогично получим значит аналогично давайте я здесь продолжу аналогично 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 так как у нас f от x y минус а меньше эпсилон то переходя к пределу при y стремящемся к y нулевому а x фиксированный x фиксированный мы получим здесь си от x минус а вот здесь минус эпсилон меньше эпсилон пополам меньше равно чем эпсилон пополам и меньше эпсилон отсюда следует как раз что существует предел при y стремящемся к y нулевому от предела который вот этот пси а это предел при сейчас наоборот предел при x стремящемся к x нулевому вот а здесь будет предел при y стремящемся к y нулевому f от x и y и он равен а значит это все вытекает фактически из вот этого условия ну и конечно из условия существования промежуточных пределов был приведен пример на прошлой лекции когда если такой предел общей не существует промежуточные пределы могут быть а повторных может не быть этот пример был приведен на прошлой лекции теперь я перейду к разделу который тоже мы начали рассматривать на прошлой лекции непрерывность функции в точке уже было введено понятие непрерывности в точке функции по обычное определение непрерывности я его напомню и и непрерывность по одной переменной значит было введено понятие полного приращения функции я напомню тоже его значит функции называется f от x и y f от x давайте возьмем n переменных функции f от x f от x 1 давайте я здесь тоже сотру чтобы это не мешало x n называется непрерывной в точке а а 1 а n если и ее полное приращение полное приращение полное приращение который мы обозначим дельта f который определяется как f от а плюс дельта x минус f от а где дельта x это есть вектор дельта x 1 и так далее дельта x n так вот оно равно я в скобочках вот это отмечу равняется f от а 1 плюс дельта x 1 и так далее а n плюс дельта x n минус f от а 1 и так далее а n стремится к нулю при норме дельта x стремящийся к нулю значит в этом случае мы функцию называем непрерывной точки а а вот это вот выражение называется полным приращением ну и можно еще раз напомню определение непрерывности по одной переменной значит функция f от x называется но я напишу подробно называется непрерывной в точке а по переменной по переменной и x катая если ее частное приращение частное приращение не полное а частное приращение которое мы запишем так дельта катая f которая представляет собой f от точки а плюс дельта катая x минус f от а стремится к нулю при модуле дельта x катая стремящимся к нулю здесь значит где у нас приращение дельта катая x определяется как такое превращение вот здесь мы писали что такое дельта x а вот дельта катая x это когда все координаты равны нулю кроме одной значит здесь будут нули 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 вот здесь дельта x катая на катом месте и дальше снова нули значит вот такое приращение поэтому норма этого приращение дельта дельта катая x это просто модуль дельта x катая очевидно ну и для к мы можем брать любые значения от единицы до n называется функция непрерывная по переменной x катая если вот такое частное приращение стремится к нулю при модуле дельта x катая стремящимся к нулю и вот такая небольшая лемма тоже лемма если функция непрерывно в точке а когда мы говорим непрерывно в точке а то иногда добавляют еще по совокупности переменных по совокупности переменных то есть по всем переменным переменных вот когда мы говорим непрерывно в точке а то мы подразумеваем что она непрерывно по всем переменным по совокупности переменных а если мы говорим что по данной переменной то имеется в виду только вот это Итак, лимма, если f от х, ну, каждый раз не буду писать от n переменных функция, непрерывно в точке А по совокупности переменных, то она непрерывно в точке А по каждой переменной, по каждой переменной. Х катая. Ну, давайте, это очень простое утверждение тоже. Значит, доказательство в чем заключается? Значит, дано, дано, что наша функция непрерывна, то есть вот это вот выражение стремится к нулю. Прошу прощения, вот это выражение, вот которое здесь написано, стремится к нулю. Дано, что дельта f, это будет f от А плюс дельта х минус f от А стремится к нулю при норме дельта х, стремящейся к нулю. Для любого приращения вот такого вида, для любого, для любого дельта х, который имеет такой вид, как был написан. Если взять теперь частное приращение, значит, взяв частное приращение дельта х, возьмем равным дельта катая х, вот такое, как здесь написано, отсюда будет следовать из звездочки, из звездочки будет следовать, что если мы добавим сюда частное приращение, плюс дельта катая х минус f от А, то оно тоже будет стремиться к нулю при норме дельта катая х, стремящейся к нулю. Ну а норма дельта катая х, как было уже сказано, норма дельта катая х, это просто модуль дельта х катая. Ну отсюда и следует, что мы получаем с вами непрерывность по переменной k. Отсюда следует, что и требовалось доказать. Ну k, конечно, мы можем брать любое. Значит, если мы берем по первой переменной, значит, мы возьмем вот это приращение такое, что дельта х1 будет стоять здесь, может быть, не нулевой, а остальные все нули. Если k равно 2, то на втором месте будет стоять приращение дельта k2, дельта х2, а остальные все нули. Итак, вот такая простенькая лема. Ну, обратное утверждение к этой леме, вообще говоря, неверно. Давайте рассмотрим пример, который это показывает. Обратное утверждение неверно. Обратное утверждение не всегда верно. Ну, вообще говоря, или не всегда верно. То есть, ну, бывают случаи, что верно, но не всегда. Пример. Ну, в качестве примера рассмотрим функцию двух переменных, которые мы уже рассматривали. Вот xy делить на x квадрат плюс y квадрат в том случае, когда эта сумма не равна нулю. Ну, или можно здесь написать xy не равно нулю. Это, в общем, то же самое. И если оба переменных равны нулю, то мы положим равным нулю. Ну, в этом случае в точке 0,0, в точке А равной 0,0, наша функция непрерывно по каждой переменной. Ну, действительно, если мы возьмем приращение функции f в точке, ну, как я запишу, давайте, дельта xf, это будет f от 0 у нас, а 1 это 0, значит, 0 плюс просто x, а здесь будет у нас координаты точки А, 0, это равняется нулю, и стремиться к нулю, конечно, при y, стремящемся к нулю. Оно все время равно нулю, лучше я вот так напишу, равняется нулю, и поэтому и непрерывно по x, 0, по x в точке 0,0. Переращение по y, это будет f от 0 у, ну, минус 0, можно так уж написать, минус 0 равняется нулю, ну, и здесь минус 0 равняется нулю. Отсюда следует, из этих условий следует, что f непрерывно в точке 0,0 по x и по y. Однако, или но, если мы хотим показать ее непрерывность по совокупности переменных, то у нас ничего не получится, однако предел нашей функции при одновременном стремлении x к нулю и y к нулю, если одновременно это происходит, то он не существует. Мы уже раньше рассматривали эту функцию и говорили, что если вместо y подставить kx, то здесь получается предел, который зависит от k, и он не существует. Отсюда следует, что f от x, y не является непрерывной, непрерывной по совокупности переменных в точке 0,0. Итак, значит, вот чем отличаются, вот почему я подчеркиваю эти два небольших фактика в начале лекции, что когда у нас функция одной переменной, там предел, так сказать, одно понятие предела. А здесь вот предел бывает, так сказать, сразу по всем переменным, а бывает повторный предел. Ну, геометрический смысл я вам показывала, что мы сначала движемся параллельно одной оси, потом параллельно другой оси. И такие пределы иногда существуют, а общего предела нет. А если уж есть общий предел, значит, идея, смотрите, какая. Вот у нас точка с координатами x0, y0, и вот мы находимся в какой-то точке x, y. Если существует общий предел, то, значит, с любого направления мы можем двигаться к этой точке, и предел всегда один и тот же, он равен какому-то числу а у функции нашей f от x, y. Вот мы рассматривали функцию двух переменных. А если существуют повторные пределы, это означает, что мы сначала движемся параллельно оси абсцисс, вот куда-то движемся, а потом начинаем двигаться параллельно оси ординат. И вот такие пределы особенные, вот по специальным таким путям, они могут существовать. Или, например, мы берем точку, сначала движемся параллельно оси y, а потом параллельно оси абсцисс. Вот такие пределы могут и существовать, но общего может не быть, потому что если вы пойдете по другому пути к этой точке, уже результат может быть совершенно другой. Значит, вот в чем идея леммы о повторных пределах. И аналогично о непрерывности. О непрерывности, значит, если вы движетесь только параллельно оси абсцисс, то у вас предел получается значению функции в этой точке. Или вы движетесь параллельно оси ординат, у вас тоже может получиться предел, равный значению функции. А если вы будете двигаться по другим каким-то путям, приближаться к этой точке, то у вас вовсе не может быть предела, или он может быть совершенно другим. Поэтому вот когда вы переходите к изучению функций нескольких переменных, то тут есть вот такие свои особенности. Итак, пойдем дальше. Ну, мы рассмотрели уже понятие предела функций нескольких переменных. Ну, давайте такой небольшой факт, так сказать, отметим, который тоже доказывается совершенно аналогично. Для непрерывных функций мы рассматривали понятие предела и рассматривали арифметические операции над функциями, имеющими конечные пределы. Ну, вот теперь такая теорема. Теорема эта у нас будет номер 5. Теорема 5. Арифметические операции операции над непрерывными функциями. Пусть у нас имеются функции f от x, ну, конечно, функции нескольких переменных, и g от x, они непрерывны в точке А. Конечно, все это находится у нас в РН. А тогда, утверждает теорема, тогда f от x плюс минус g от x тоже непрерывная. Значит, и функция, которая представляет собой произведение этих функций, непрерывны в точке А. Ну, и еще одно утверждение, что если в некоторой окрестности, если g от x не равна нулю, в некоторой окрестности, например, у ε от А, то и функция f от x, деленная на g от x тоже будет непрерывна в точке А. Ну, доказательства я приводить не буду, потому что, ну, если точка А будет, ну, значит, поскольку определение непрерывности давалось с помощью предела общей непрерывности, да, будем считать, пусть эти функции для простоты, пусть f и g определены в некоторой окрестности у ε от А. Ну, то есть эта окрестность входит в область определения и той функции, и другой. И тогда вообще здесь очень все просто. Значит, эта точка является предельной для обеих областей определения этих функций, поэтому существуют пределы этих функций, равные их значениям в этой точке. Ну, а поэтому по теореме об арифметических операциях над пределами мы получаем сразу нужный нам результат. Итак, доказательства самостоятельно, самостоятельно, аналогично, аналогично случаю n равным единице. Значит, доказательства проводить должны вы уметь самостоятельно. Следующее понятие, которое мы рассмотрим, это непрерывность сложной функции в точке. Непрерывность сложной функции от n переменных. Значит, сначала нужно ввести понятие такой сложной функции. Для функции одной переменной мы знаем, что такое сложная функция или композиция двух функций. А вот для функции n переменных мы это понятие сейчас рассмотрим. Значит, пусть у нас имеется в пространстве, пусть t – это некоторое подмножество пространства r – некоторой размерности q. И на этом это множество t – это есть область определения функции φ, скажем, итых, где φ и ит будет отображать это множество t в r. Значит, и равно, и меняется от единицы до n. Ну и дальше, да, оно отображает это все в некоторое множество df, которое содержится… Нет, не так, это вот в r, я оставлю r здесь. И тогда мы можем рассмотреть отображение φ, которое есть вектор функция, вектор функция, вот такая вектор функция, на множестве t она определена. И тогда мы можем сказать, что φ отображает t в некоторое множество df, которое лежит уже в пространстве rn. Ну вот, а на множестве d мы рассмотрим функцию f, которая отображает это множество в r. Значит, вот все вот эти обозначения давайте я попробую изобразить наглядно. Значит, вот у нас имеется пространство rq, и в нем находится некоторое множество t, которое является областью определения для n штук функций. Ну вот берем какую-нибудь здесь точку t, скажем, t нулевое, и в каждой точке будет сопоставляться, ну вот, φ1, функция, φ2 и так далее, φn. Все это вместе мы можем изобразить как некую вектор функцию φ, которая к каждой точке t нулевое будет сопоставлять некий вектор. Некий вектор, вот который, вот если мы точку t нулевое взяли, то здесь вот будет φ от t нулевое, мы обозначим это x нулевое, и это будет лежать в некоторой области df. Ну и вот из этой области df у нас будет действовать функция f, которая уже действует в вещественные числа. Ну, вот смотрите, что у нас получается. Значит, если у нас t нулевое лежит в области t, то есть лежит в пространстве rq, значит, t нулевое, это есть t нулевое 1 и так далее, t нулевое q. Значит, каждому такому элементу, на каждый такой элемент действует много функций. φ и t от t нулевое, это будет φ и t от t нулевое 1 и так далее, t нулевое q. Обозначим это x и t от t нулевое. Тогда x, x нулевое и t вот так лучше обозначим, и тогда x, это x от t нулевое, это есть совокупность вот таких значений. x нулевое первое от t нулевое и так далее, x нулевое n от t нулевое. И это будет лежать уже в области df, которая лежит в пространстве rn. Значит, вот была точка t нулевое, мы применили к ней n штук функций. Каждая из них задает нам задает нам некоторое вещественное число. Вот это вещественное число. А совокупность этих вещественных чисел задает нам вектор, то есть элемент пространства rn. Это элемент пространства rn. Вот я его здесь изобразила в виде точки. Ну а потом на каждом таком элементе у нас еще действует f. f от x нулевое, вот здесь мы его так обозначим, это будет f от φ от t нулевое. И давайте введем такое обозначение f большое от t нулевое. Значит, вот, я думаю, все понятно, на картиночке все изображено. Вот мы такие обозначения введем. И следующая наша теорема, это будет теорема 6. Давайте я ее сформулирую. Теорема 6. В описанных условиях, в описанных обозначениях и условиях, если функции φ и t от t непрерывны в точке t нулевое, а функция f от x непрерывна в точке x нулевое, то сложная функция f от t нулевое, вот она у нас фактически записана вот здесь, как она определяется, f от t нулевое, f от t я ее здесь напишу, f от t равное f от φ от t будет непрерывно, непрерывно в точке t нулевое. Вот такая теорема. Давайте мы ее докажем. Я надеюсь, обозначения все понятны. Эти функции действуют, это вещественно функции q переменных. Вектор функции образуется, которая действует на каждую точку t из области t, а значение ее это будет уже n-компонентный вектор. Вот мы его обозначаем через x, в данном случае x нулевое. Ну и затем определена сложная функция. Давайте рассмотрим доказательства этой теоремы. Доказательства. Ну смотрите, воспользуемся определением непрерывности по гейна. Значит, используем определение непрерывности, непрерывности функций по гейне. По гейне. Ну, мы считаем, что наши функции определены в целой области, значит, в целой окрестности точки t нулевое, будем считать их определенными. Значит, отсюда следует, что для любой последовательности t, m, сходящейся к точке t нулевое, для любой последовательности t, m, лежащей, конечно, в множестве вот в этом t, где определены все наши функции, если она сходится к точке t нулевое, при m, стремящемся к бесконечности, отсюда следует, поскольку функции, так как функции φ и t непрерывны, в точке t нулевое, так как они непрерывны, то если эта последовательность сходится к t нулевое, то φ и t от t н, m будет сходиться к φ и тому от t нулевое, при m, стремящемся к бесконечности. Ну и мы имеем, отсюда мы имеем, имеем последовательность x, x и t, m, t равняется φ и t от t, m. Ну, давайте я более аккуратно напишу. Значит, x и t от t, m, то есть φ и t от t, m будет сходиться, у нас сходится к функции, вот к значению, вернее, φ и t от t нулевое, а это будет x, x нулевое, и t. Значит, вот имеется у нас сходящаяся последовательность неких точек к точке x нулевое, и t. А так как отсюда следует, что последовательность x, m, x и t, m, t, x, m, t, x, m, 1, и так далее, x, m, n будет сходиться к значению x, 0, 1, и так далее, x, 0, n. каждая и каждая координата сходится вот первая координата вот можем мы ее здесь так обозначить я вот немножко обозначение изменю x м это это будет у нас как раз и от m и вот сходится она к этому значит если у нас это известно поскольку у нас функции непрерывно то есть такая сходимость мы обозначим это значение как x м это а это значение как x 0 это ну и тогда если мы объединим эти координаты как рассмотрим как вектор функцию у нас как вектор у нас вектор x м как вот с такими координатами естественно сходится вот к такому вектору ну а теперь так как f у нас непрерывно функция в точке в точке x нулевом а вот это как раз есть точка x нулевое которая лежит у нас в области определения функции f она непрерывно то отсюда будет следовать что f от x м будет сходиться f от x нулевому при м стремящемся в бесконечности но здесь тоже конечно им стремится бесконечности давайте еще раз просмотрим эту схему и так что мы видим из определения непрерывности функции по гейна что мы видим берем любую последовательность в области т который сходится к точке т нулевое так как все функции фи и т непрерывные то каждая из них на этой последовательности будет сходиться к своему значению в точке т нулевое обозначим вот эти вот значения этих функций в точке т м как x м и т и они сходятся тогда к точке которые мы обозначим x 0 и т это означает что вектор с такими координатами вот они у нас эти координаты здесь кстати м стремится бесконечности а и меняется у нас от единицы до н здесь для всех и тогда если мы рассмотрим вектор x м с этими координатами поскольку каждая из них сходится к соответствующей координате здесь то и весь этот вектор сходится по норме сюда дальше функция f у нас непрерывная поэтому если последовательность x м сходилась у нас к точке и x нулевое то отсюда будет следовать что и f от x м сходится к f к своему значению в точке x нулевое так как она непрерывно по условию теоремы ну и все отсюда мы получаем что то есть как мы можем это записать это будет и f а что такое x м а это как раз фи от т м фи от т м поскольку мы мы рассматривали здесь фи и т от т м каждую координату значит целиком это будет фи от т м значит получается что при м стремящемся к бесконечности она сходится к значению f от фи от т нулевое то есть f от x нулевое ну это эта функция у нас была обозначена как f от т м а здесь у нас получилась функция f от т нулевое и так что же мы получили смотрите для любой последовательности которая сходится к т нулевому мы получили я сделал я вывод отдельно хочу записать значит вывод из всех этих рассуждений несложных вывод для любой последовательности т м которая сходится к т нулевому у нас получаем мы что f от т м сходится f от т нулевому а это означает что функция f непрерывно в точке т нулевое что и требовалось доказать значит сложная функция у нас непрерывно точке т нулевое надеюсь что все понятно итак теорема 6 доказано теперь мы рассмотрим еще значит два свойства основных непрерывных функций n переменных в точке что это локальные свойства если мы рассматриваем непрерывность в точке то это свойство называется локальным вот теорема о непрерывности сложные функции это тоже локальная теорема мы рассматриваем здесь непрерывность в точке у внутренних функций в точке т нулевое у внешней функции непрерывность в точке x нулевое ну и у сложной функции конечно непрерывность в точке т нулевое еще два локальных свойства они вполне аналогичны свойством непрерывности функции одной переменной значит теорема 7 теорема 7 по моему 7 у нас номер дальше идет да теорема 7 об устойчивости знака об устойчивости или сохранении об устойчивости знака непрерывной функции непрерывной функции значит пусть мы рассматриваем функцию n переменных еще раз напомним что она n переменных и пусть эта функция f она непрерывно в точке x нулевое давайте в точке а возьмем в точке а а 1 а n определена и определена в некоторой окрестности в некоторой окрестности у епсилон от а целиком непрерывно и пусть и пусть f от а у нас ну например больше нуля пусть f от а больше нуля тогда покажем тогда существует некоторая дельта больше нуля что ну дельта можно считать меньше эпсилон меньше или равным эпсилон чтобы нам не выйти за пределы этой окрестности существует дельта больше нуля значит дельта меньше или равно эпсилон можно всегда взять такое что для любой точки x лежащий в дельта окрестности точки а значение функции в точке x и значение в точке а будут одного знака здесь можно даже более общим образом написать просто не равна нулю может быть она будет положительно может быть отрицательно вывод здесь все равно такой же что значение в этих двух точках будут одинакового знака ну доказательство совершенно аналогично случаю функции одной переменной аналогично случаю n равного единицы ну как мы там доказывали вкратце напомню вам что по определению непрерывности у нас предел функции f от x при x стремящемся к а равен значению этой функции но она допустим больше нуля предположим что больше нуля тогда для эпсилон для для любого эпсилон мы можем взять для эпсилон равного модуль f от а ну скажем деленного на 2 существует такое дельта зависящее от эпсилон больше нуля мы всегда можем считать что оно меньше эпсилон можно его уменьшить что что для любой точки x лежащей в дельта окрестности точки а что будет выполняться будет выполняться вот что это будет меньше чем f от а плюс модуль f от а деленное на 2 и и здесь f от а минус модуль f от а деленное на 2 значит мы находимся вот значит если x в дельта окрестности точки а то f от x будет в эпсилон окрестности точки f от а а эпсилон у нас вот такое ну отсюда сразу и вытекает отсюда сразу и следует вот такое неравенство если f от а у нас было положительно то мы находимся между f от а деленное на 2 и 3 вторых f от а то есть тоже положительно если f от а было отрицательно тогда здесь у нас будет находиться если мы вычтем модуль это будет 3 вторых f от а тоже отрицательное число а здесь будет 1 вторая f от а тоже отрицательное число так что знак сохраняется отсюда и следует что требовалось доказать значит вы должны уметь проводить это доказательство самостоятельно вот оно аналогично вполне этому случаю хорошо следующая теорема теорема 8 теорема 8 локальное свойство непрерывных функций теорема 8 пусть пусть наша функция ну здесь даже свойство в общем то уже не совсем локальное а свойство глобальное вот теореме 8 это уже не локальное свойство значит пусть функция f от x опять же функция n переменных определена и непрерывно на линейно связанном множестве на линейно связанном множестве ну обозначу его как например буквой m лежащие конечно в рн и пусть и пусть значит для некоторых точек x1 ну или давайте я их как-то обозначу скажем а и b лежат в этом множестве и пусть у нас f от а ну например меньше чем f от b то есть принимает эта функция в этих точках разные значения тогда для любого числа ну скажем мю такого что оно находится строго между этими значениями и для любой и для любой непрерывной кривой кривой к ну кривая к у нас как задается что значит это есть геометрическое место точек x лежит в этой области я напишу отдельно ее кривой к целиком лежащий в области м существует такая точка точка c лежащая на этой кривой что f от c будет равно вот этому мю значит непрерывная кривая почему такая кривая есть потому что наше множество линейно связанное а значит любые две точки да но здесь конечно нужно написать что к к к равняется x от т равняется давайте я напишу это фи от т фи 1 от т и так далее фи n от т т где т лежит в отрезочке от альфа до бета и еще такие условия заданы что значит фи от альфа это будет точка а а фи от бета это будет точка б но вся кривая лежит в нашей области м и она соединяет можно это дописать что кривая соединяет точки а и б а сейчас я нарисую картинку и так вот мы имеем некоторую область m в пространстве rn в ней имеются точки а и b и имеется функция которая непрерывно на этом множестве непрерывно на линейном связанном множестве m две точки лежат там и значение функции находится в таком неравенстве тогда какое бы число мю мы не задали между этими значениями и любую непрерывную кривую зададим соединяющие эти точки вот здесь можно добавить то есть кривая к соединяет соединяет точки а и б точки а и б значит вот кривая давайте мы ее нарисуем вот она кривая к значит здесь вот при т равном альфа мы получаем точку а а при т равном бета мы получаем точку б а тогда теорема утверждает что на этой кривой на любой причем любую другую кривую нарисуем все равно там найдется такая точка значит существует наш вопрос сейчас состоит в том что существует ли такая точка что в этой точке наша функция будет равна конкретно значению мио доказательства доказательства значит кривая у нас задается кривая к задается с помощью непрерывных функций с помощью непрерывных функций мы записывали определение кривой и на непрерывная кривая непрерывные функции фи, скажем, кт от t, где фи кт отображает отрезок альфа-бета в точке множества m. Вот. Значит, этот отрезок, на нем определены вот эти вот n штук функций. Значит, смотрите, что мы получаем. Отрезок альфа-бета. На нем определены вот эти вот функции фи-1 и фи-n. В совокупности они нам определяют некую кривую или одну функцию фи от t, вектор функцию фи от t. А к ней уже дальше мы будем применять к точкам этой кривой. Вот это значение ее лежит уже на кривой k. А к ней мы будем применять функцию f нашу и получать уже какие-то значения. Это будет f от фи от t. Это будет значение уже вещественные числа, конечно. Ну вот, посмотрите. Фактически у нас определена сложная функция на отрезке альфа-бета со значениями. Значит, она будет действовать. Вот так я ее запишу. f от фи от t и в r. Ну и вот, причем нам известно, что это сложная функция, можно ее обозначить f от t по теореме о непрерывности сложной функции, так как функции фи, фи и катые непрерывны во всех точках этого отрезка, в любой точке t из этого отрезка. Функция f тоже непрерывна во всех точках этой кривой. То отсюда следует, что и функция f от t тоже будет непрерывна. Ну а, значит, получается так, что функция f большое от альфа, это будет f от а, а f от b, это будет f большое от бета. Значит, получается, что у нас есть непрерывная функция на отрезке, заданная на отрезке. И функция одной переменной на концах отрезка, она принимает разные значения. Одно значение меньше другого. И тогда по теореме о промежуточном значении функции одной переменной, значит, я вот здесь продолжаю. Отсюда следует по теореме, по теореме о промежуточном, о промежуточном значении, о прохождении непрерывной функции через промежуточное значение. Она так звучит, но я кратко запишу. О промежуточном значении непрерывной функции одной переменной. Одной переменной. Отсюда следует, что существует, по крайней мере, одна точка такая, точка, ну скажем, кси, лежащая в интервале альфа-бета, что f от кси будет равняться мю. Значит, для любого мю, что для любого мю, которая находится между f от альфа и f от бета, найдется такая точка кси на интервале, что значение функции будет равно мю. То есть, а что это значит? То есть, f от кси, f большой от кси, это будет f от фи от кси. И вот если фи от кси — это точка кривой, мы ее обозначим точкой С, она лежит на кривой, очевидно, то это будет как раз значение нашей функции в некоторой точке С. Значит, раз нашлась точка кси на отрезке, то, соответственно, ее значение фи от кси — это будет некоторая точка на кривой. Это будет фи от кси как раз. Ну вот, собственно, и все. Итак, здесь важно понимать, что кривая может быть любая, лишь бы она соединяла эти точки и была непрерывной. И область должна быть линейно связной. Понятие линейной связности мы с вами разбирали. Дальше идем. Дальше мы будем продолжать рассматривать уже непрерывность функций на множествах. Вот теорема 8 уже, так сказать, отмечает глобальное свойство. То есть тут функция непрерывна не в точке, а уже на множестве. Ну и следующие теоремы 9 и 10. Следующие две теоремы — это будут теоремы, аналогичные теоремам Верштрасса, которые разбирались в первом семестре для функции одной переменной. Теоремы 9 и 10. Теоремы Верштрасса. Теоремы 9. Теоремы... Значит, я так ее напишу. Первая теорема Верштрасса для n переменных. Для функции, лучше так напишем, для функции нескольких переменных. Пусть функция f от x от n переменных непрерывна во всех точках на замкнутом, ограниченном множестве. Ну, каком-нибудь... Ну, пусть будет m, скажем. Замкнутой ограниченной множестве. У нас было понятие ограниченного множества, определение понятия замкнутого множества, и даже задачка была о замкнутых множествах. Значит, вот здесь такое множество. Тогда f от x ограничено на этом множестве m. То есть существует такая константа, ну, скажем, q больше нуля, что модуль значений нашей функции везде не превосходит k для любой точки множества m. Ну, доказательства я приводить даже и не буду. Оно дословно повторяет доказательства для функции одной переменной, поэтому я напишу доказательства самостоятельно. самостоятельно аналогично аналог случая n равного единице. Значит, вполне самостоятельно вы можете это провести. Ну, и вторая теорема Верштрасса, теорема 10, вторая теорема Верштрасса, теорема Верштрасса для функции нескольких переменных. В чем она заключается? Условие практически такое-такое же. Значит, пусть наша функция f от x, поскольку мы написали уже функцию нескольких переменных, я не буду повторять, что x имеет n координат, непрерывно на замкнутом ограниченном множестве m. Ну, m, конечно, лежит в пространстве rn. Поскольку оно ограничено, то здесь нельзя оставить знак равенства. Это не может совпадать со всем пространством. Ну, и здесь аналогично. Тогда, раз функция непрерывна у нас на этом множестве, то утверждается, что тогда она, значит, тогда она по первой теореме у нас ограничена, тогда f от x достигает своих наибольшего и наименьшего значений значений на этом множестве m. То есть, вот что значит достигает, вы должны хорошо это понимать, достигает, то есть существуют такие точки, кси и это, ну, давайте я их обозначу лучше, ну, например, x максимум или x наибольший, лучше так напишем, x наибольшая, и существует такая точка x наименьшая, что f в точке x наибольшая равняется супремуму всевозможных значений своих, когда x принадлежит множеству m. То есть, это значение в этой точке, оно равно супремуму всех всевозможных значений на этом множестве. А функция в точке x наименьшая равняется инфимуму всевозможных тоже значений ее на этом множестве. Значит, слово достигает означает, что есть такие точки, где супремум и инфимум равны значениям этих функций в этих точках. Абсолютно тоже доказывается дословно, так же, как для функции одной переменной, поэтому я тоже пишу доказательства самостоятельно. Здесь вообще никаких различий нет в словах, абсолютно так же, аналогично случаю, аналогично случаю н равного единице. Значит, доказательства тоже уметь проводить. Итак, вот теперь мы уже можем с вами перейти к следующему разделу. Значит, мы рассмотрели понятие непрерывности. Сначала предел рассмотрели, рассмотрели, чем отличаются пределы для функций многих переменных. Тут есть, оказывается, не только обычные пределы, но еще повторные пределы. Непрерывность тоже отличается. Есть просто непрерывность, а есть непрерывность по каждой переменной. И они, так сказать, вот связаны друг с другом. И затем мы рассмотрели непрерывность локальной свойства некоторой, например, сохранение знака функций, непрерывность сложной функции. И затем перешли к глобальным свойствам для сохранения, вернее, устойчивости. Прошу прощения. Теорема о промежуточном значении была доказана. И вот две теоремы Верштрасса. Но осталась еще одна теорема, прежде чем переходить к другому разделу. Значит, это была у нас теорема 10. Теорема 11. Это будет аналог теоремы Кантера. Теорема 11. Прежде чем ее сформулировать, давайте мы определим тоже понятие равномерной непрерывности на данном множестве. Значит, равномерная непрерывность, равномерная непрерывность функции нескольких переменных и теорема Кантера. Но потом ее сформулируем. Что значит равномерная непрерывность? Значит, определение. Говорят, что функция f от х n переменных равномерно, непрерывно, равномерно, непрерывно, непрерывно, на множестве, на множестве, на множестве m, лежащем в rn, здесь может быть и все пространство, вот, если, ну, если и только если, конечно, подразумевается, здесь имеется в виду в обе стороны, если для любого епсилон больше нуля, существует такое дельта, зависящее от епсилоны больше нуля, что для любых двух точек, ну, скажем, как мы их обозначим, скажем, х с чертой и х с двумя чертами, лежащих в этом множестве, но таких, что расстояние между ними, то есть норма разности этих векторов меньше дельта, отсюда будет следовать, что значение функции в этих точках будет отличаться по модулю меньше, чем на епсилон. Ну, значит, как только вы взяли точки, которые близки друг к другу, достаточно меньше дельта, то значение функции на них тоже будут близки уже на епсилон. Ну, и вот теорема, аналог теоремы Кантера. Теорема 11. Теорема 11. Я напишу теорема Кантера для функции нескольких переменных. Для функции нескольких переменных. Значит, пусть функция f от x непрерывно непрерывно на, опять же, как здесь, на замкнутом, ограниченном, на замкнутом, ограниченном, ограниченном множестве m. Вот здесь уже я не могу захватывать все пространство. На замкнутом, ограниченном множестве m. тогда, утверждает теорема Кантера, тогда f от x равномерно непрерывно равномерно непрерывно на этом множестве. Но, опять же, доказательство абсолютно такое же, как для функции одной переменной. Ну, я напомню, как она проводилась, идея. Предположим, что наша функция непрерывна, но неравномерно непрерывна. Значит, тогда мы должны сформулировать, что значит неравномерно непрерывно. Мы будем говорить, что тогда существует такой эпсилон, что какое бы дельта мы ни взяли, для любого дельта найдутся такие точки, что расстояние между ними вот такое, а здесь будет противоположное неравенство. Ну, и тогда мы берем такие точки, чтобы расстояние было меньше одной энной, потому что дельта любое. Каждую из таких точек обозначаем х чертой энной, х с двумя чертами энной. Получаем две последовательности и рассуждаем дальше, когда последовательность ограничена, то есть ее можно выбрать сходящуюся по теореме Бальца на Верштрассе. Ну, и дальше показываем, что тогда обе эти подпоследовательности сходятся к одной точке, а если они сходятся к одной точке, то это будет противоречить неравенству больше равной Эпсилону. Вот, собственно говоря, я вам идею рассказала. Опять же, доказать самостоятельно, доказать самостоятельно аналогично случаю н, равном единице. Вот. Ну вот, наконец, мы закончили с вами раздел непрерывность функций нескольких переменных и переходим к разделу дифференцирования функций нескольких переменных. дифференцирования. пока я стираю с доски, я вам напомню, что когда мы рассматривали функцию одной переменной, мы тоже вводили понятие дифференцируемой функции, вводили понятие ее производной и говорили, что наличие производной существования и свойства дифференцируемости функций, они эквивалентны для случая функции одной переменной. Вот для случая нескольких переменных это совсем не так. Оказывается, у нее существует много разных производных, а именно так называемые частные производные. Дифференцируемость тоже понятие имеется, но существование этих частных производных и дифференцируемости вовсе не эквивалентны. Итак, заголовок. дифференцирование функций нескольких переменных. Вот пусть нам задана функция нескольких переменных f от x1 и так далее xn. пусть нам задана точка x нулевое x нулевое первое и так далее x нулевое n. Давайте введем понятие дифференцируемости функции. Определение говорят, что функция f от x дифференцируема дифференцируема в точке x нулевое если если ее приращение полное приращение функции в данном случае дельта f это у нас полное приращение это будет f от x нулевое плюс дельта x минус f от x нулевое если мы говорим слово приращение то мы подразумеваем полное приращение когда берется частное приращение то всегда об этом специально говорят значит здесь полное приращение имеется ввиду если ее полное приращение представимо в виде представимо в виде дельта f равняется А1 дельта Х1 плюс так далее, плюс АН дельта ХН и плюс по малое от нормы дельта Х, где А1 и так далее АН — это константы, константы, не зависящие от дельта Х. Ну, а дельта Х — это, конечно, это будет вектор приращения дельта Х1 дельта ХН. Значит, вот эта формула, ну, О малое, мы знаем с вами, что такое О малое, значит, вот такая формула определяет дифференцируемость функции. Давайте теперь введем определение. Да, ну, можно здесь еще немножечко сделать некоторое замечание. Значит, заметим, заметим, что О малое от нормы дельта Х можно представить следующим образом. Можно представить как альфа от дельта Х, умноженное на норму дельта Х, где альфа от дельта Х стремится к нулю при норме дельта Х, стремящейся к нулю. Но это мы знаем из определения О малой. Ну и кроме того, мы можем представить следующим образом это слагаемое. Значит, О малое от нормы дельта Х мы можем записать таким образом. О малое от нормы дельта Х разделить на норму дельта Х и дальше записать следующее. Дельта Х1 делить на норму дельта Х умножить на дельта Х1. Ну, давайте я напишу здесь просто сумму сразу. Сумма по К от единицы до Н. Значит, дельта Х1 делить на норму дельта Х1 и умножить на дельта Х к Т. И поэтому мы можем, раскрыв эту сумму, записать следующее. Значит, обозначим, обозначим, ну, скажем, альфа КТ мы будем обозначать, я возьму вот этот коэффициент и умножу его еще на этот коэффициент. Тогда получится у нас вот что. О малое от нормы дельта Х делить на норму дельта Х. Ну, заметим, что модуль вот этого выражения у нас ограничен, он не превосходит единицы, а это вот бесконечно малое, поэтому это все будет бесконечно малой величиной. Ну, я запишу все подробно на норму дельта Х. Это есть бесконечно малая величина при норме дельта Х, стремящейся к нулю, так как модуль дельта Х к Т, деленная на норму дельта Х, не превосходит единицы. Ну, а вот это вот выражение, альфа от нормы дельта Х, которая равна вот этой дроби, о малое от нормы дельта Х делить на норму дельта Х, это есть бесконечно малая, тоже стремится к нулю при норме дельта Х, стремящейся к нулю. Итак, мы получаем, что вот эта величина ограничена, это бесконечно малая, поэтому все это вместе получается бесконечно малой. То есть альфа КТ бесконечно малая величина. Поэтому смотрите, что получается, если мы так обозначим, то тогда у нас вот эта слагаемая последняя отсюда следует, о малое от нормы дельта Х у нас представляет собой, значит, вот эти коэффициенты мы объединяем, получается сумма альфа 1 дельта Х 1 плюс и так далее, плюс альфа Н дельта Х Н, где альфа КТ стремятся к нулю при норме дельта Х, стремящейся к нулю. То есть это бесконечно малые величины. И поэтому приращение функции в определении нашем мы можем представить следующим образом. Это будет, посмотрите, вот это выражение можно записать как скалярное произведение. Это будет скалярное произведение А на дельта Х и плюс скалярное произведение, вот здесь тоже, как скалярное произведение альфа на дельта Х, где А — это есть вектор с компонентами А1, АН, а альфа — это есть тоже вектор с компонентами А1, АН. Значит, вот таким образом мы можем представить это вот все эти компоненты бесконечно малые. Все эти компоненты бесконечно малые. Теперь давайте введем понятие частной производной и свяжем эти два понятия. Итак, частная производная. Частная производная. Частная производная. Значит, определение. Частной производной функции f от х по переменной х ка-т в точке х нулевое называется предел, если он существует, конечно, называется предел. Значит, df по dx ка-т в точке х нулевое, которое определяется как предел дельта ка-т в делить на дельта х ка-т при дельта х ка-т стремящемся к нулю. Значит, что это будет? Это будет предел при дельта х ка-т стремящемся к нулю f от х нулевое, ну я напишу так, f от х нулевое плюс дельта ка-т х минус f от х нулевое и делить на дельта х ка-т. Ну, мы уже знаем с вами, что это такое. Это приращение, на всякий случай напомню, дельта ка-та х, это есть приращение, где все стоят нули, и только на ка-том месте стоит дельта х ка-та, и дальше снова идут нули. Поэтому мы прибавляем приращение только к ка-той координате точки х нулевое, все остальные координаты стоят на месте. Вот она обозначается вот таким вот образом. Значит, это частная производная. Ну, теперь такая лемма. Если функция дифференцируема в точке х нулевое, то у нее существуют все частные производные по всем переменным в этой точке. Лемма. Лемма. Если f от х дифференцируема в точке х нулевое, то существуют частные производные по всем переменным в этой точке. По всем переменным пока от единички до n. Давайте это докажем. Доказательство. Пусть функция дифференцируема, нам это дано, в равенстве решеточка, вот в определении дифференцируемости, в определении дифференцируемости f возьмем приращение дельта х, равное дельта ката х. То есть, вот оно написано было вот там, значит, это будут все нули, кроме приращения, значит, в координате с номером k. А остальные все нули вот здесь стоят. И тогда равенство решеточка имеет вид. Имеет вид. Значит, дельта ката f равняется, здесь у нас все приращения будут равны нулю, кроме одного, кроме только дельта х ката. Значит, получается а ката умножить на дельта х ката и плюс, ну, о малое от этого нормы. В данном случае норма дельта ката х, она равна просто модуль дельта х ката, очевидно. Поэтому здесь мы запишем, что это будет о малое от модуля дельта х ката. Значит, вот приобретает какой вид в этом случае вот то равенство решеточка. Ну, если мы в этом равенстве разделим все это равенство на дельта х ката, дельта ката f поделим на дельта х ката, то справа у нас получится а ката плюс о малое от модуля дельта х ката делить на дельта х ката. Ну, очевидно, что мы можем здесь перейти к пределу. Перейдем к пределу. Отсюда следует, что существует предел вот этого отношения дельта х ката при дельта х ката, стремящемся к нулю. И, очевидно, он будет равен, если мы переходим к пределу, это константа, она у нас остается, и плюс предел вот этого выражения, который будет равен нулю. То есть это будет вот эта константа а ката. То есть она будет равна, вполне очевидно, что она будет равна частной производной нашей функции вот по этой катой переменной. Отсюда мы можем записать вот это вот равенство условий дифференцируемости. Значит, мы лему доказали, что и требовалось доказать. Итак, мы видим, что если функция дифференцируема, то у нее все частные производные существуют. Мы можем любое к здесь взять от 1 до n. Ну, а значит, в определении дифференцируемости можно сразу записывать, что эти константы как раз равны частным производным. Отсюда следует, что определение, что функция f от x дифференцируема в точке x нулевое, значит, тогда и только тогда, когда ее приращение, полное приращение, будет равно сумме частных производных ее по всем переменных, взятым в этой точке по k от 1 до n и плюс о малое от нормы вектора приращений. Итак, мы получили формулу. Вот я поставлю здесь две решеточки, которые можно пользоваться в дальнейшем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА